как построить вас ту карту холодные пристройки балконы и лоджии включать их вас ту карту или не включать привет друзья с вами канал арт вас ту и сегодня мы обсудим эти моменты после выхода моего видео как построить вас ту карту ссылочка будет вот здесь обязательно посмотрите поступил очень много вопросов на эти моменты и давайте обсудим если у вас дом и у него есть холодная пристройка то есть эта пристройка по форме выступает за периметр дома то есть у вас дом например прямоугольный или квадратный и из него торчит пристройка и в плане это очень хорошо видно она прям вот отдельно то есть фундамент под домом отдельный пристройка отдельно она не отапливается и она возможно даже была пристроена позже постройки самого дома в разных школах существует разное мнение на эти вопросы но основной принцип который проходит почти во всех школах я вам сегодня озвучу значит если фундамент отдельный то считается если пристройка не стоит на фундаменте общем дома то считается что мы ее вас ту карту не вск не включаем соответственно вы строите вас ту карту на сам прямоугольник дома а пристройка у вас в этом месте будет расширением если она у вас изначально дом построен такой формы и она находится на фундаменте то как правило это пристройка она имеет какую-то довольно лаконичную форму и она больше более-менее к этому прямоугольнику соотносится как-то с ним в таком случае вы ее включаете если она на одном фундаменте второй пункт который учитывают в разных вас ту школах отапливается пристройка или нет ну для меня как-то это немного сомнительно потому что мы все-таки от форма пляшем и вы в свою маленькую пристройку можете притащить обогреватель и сказать вот моя пристройка теперь отапливается но при этом она не находится на общем фундаменте поэтому этот показатель для меня кажется не таким значительным и я бы все-таки стала смотреть от фундамента а это что касается пристройка значит мы смотрим относительно фундамента теперь что касается балконов и лоджий балкон это прямоугольник или любой другой формы выступающий который висит висит отдельно от стен дома он может быть застеклен или не застеклен но если это балкон то мы балкон не включаем даже если вы его объедините утеплите ну как как правило хорошо утеплить балкон чтобы он стал продолжением комнаты вынуть вот этот оконный проем который их соединяет это можно только в каких-то очень теплых странах где-нибудь там в москве или в санкт-петербурге это не получится сделать из-за климата то есть если это балкон как его не утепляя все равно будут какие-то моменты поэтому сейчас мы с вами договариваемся что балконы мы вас ту сетку не включаем мы рисуем вас ту сетку на квартиру и балкон не берем теперь к лоджи лоджи это такой балкон у которого например две стены это продолжение стен комнаты которые выходят и балкон с двух сторон как-то обнимают обнимают балкон если у вас лоджи и вы ее присоединили к комнате за счет выноса оконного блока вы ее утеплили и она у вас стала продолжением комнаты в таком случае если вы ее именно объединили убрав оконный блок тогда ее можно включить вас ту сетку но если у вас лоджия просто застеклена у меня была такая лоджия вот недавно квартиру в которой мы жили в москве у нас была шикарная лоджия застекленная не отапливаемая но она была прямо лоджия вот если она у вас отдельно просто лоджии вы не убрали оконный блок я все-таки склоняюсь к выводу что мы ее не включаем вас ту карту как и балкон еще у некоторых кстати вас ту школу есть такая тема пользуетесь вы ей или нет сколько времени вы там проводить если вы на этой лоджии каждый день например утром выходите и два часа делаете медитации растяжки йогу потом вы приходите днем например там пьете чай обедаете на ней тоже час и вечером вы заходите еще там два часа что-то делаете в таком случае наверное для этой лоджии это будет исключением и вот именно в таком случае наверное можно и у вас ту сетку включить но как правило такого не происходит то есть если она имеет свое оконное застекление дверь то как правило мы ей почти никогда не пользуемся или пользуемся редко и так как она все-таки является лоджии то желательно все таки ее не включать исключение мы с вами обсудили и балкон также вот же у нас будут расширениями в этой зоне то есть смотрите если у вас вход то есть прихожая балкон или лоджия вот три момента а в каком бы секторе они не находились они все равно будут расширением то есть вы построили свою васту карту и в каком-то месте у вас выпирает по форме дома плана квартиру вас выступ образуется какая-то выпирающая часть вот это будет расширение и смотрите теперь если это расширение находится в зонах притока север-северо-восток восток северо-запад тогда для нас это расширение будет благоприятным и мы его не корректируем северо-запад северо-запад юго-восток это такие пограничные сектора которые по сути как бы прям вот нельзя сказать что они относятся либо к притоку либо к току но условно северо-запад мы причисляем к притоку юго-восток условно причисляем к току в данном случае северо-запад как бы причисляется к притоку но если у вас на севере северо-востоке востоке нет выступов и выступ есть только на северо-западе то здесь нужно будет задуматься коррекциях для остальных секторов притока северо-восток север и восток лоджия или балкон или пристройка с входом будут благоприятны единственное что там не должно быть завала барахла то есть мы не используем ее как кладовку при входе должно быть все разобрано туда много зеркал там должно быть чисто светло никаких складов складов на балконах и лоджиях тоже должен быть порядок чистота ничего не нужного мы туда не выкидываем если это в секторах притока да и в оттоке тоже на самом деле смотрите мое видео про схламление ссылочку выведу плохие вещи очень старые вещи не нужно очень негативно влияет на энергию и лучше от них избавляться поэтому еще раз подытожим если у вас пристройка вход или балкон или лоджия на севере северо-востоке и востоке это благоприятно вы должны их поддерживать в чистоте они должны быть свободны и просторные и если это дело касается входа там должно быть много света потому что если она у вас темненькая маленькая и туда свет не проникает там нет окон то вы видите туда хотя бы гирлянда или повесьте светильник он может гореть вообще постоянно может гореть вам будет это только плюсом и зеркала теперь если у вас это попадает в сектора оттока еще раз повторю юго-запад юг-запад и юго-восток если у вас балкон или лоджия или прихожая попадает на запад юго-запад юг-юго-восток это влияет на энергетику дома негативно это расширение его обязательно нужно корректировать обязательно как корректировать сектора оттока я расскажу вам следующем видео чтобы не пропустить новые видео подпишитесь на канал а с вами был канал арт вас то и до новых встреч